Украина теперь не оценивается как страна с глобально неудовлетворительным уровнем. Это значит, что мы признаем прогресс, и Украина теперь более не в списке стран с низким уровнем выполнения рекомендаций. Международная организация Грека убрала Украину из черного списка стран, которые не хотят бороться с коррупцией. В организации увидели прогресс в этой сфере, что, учитывая обстоятельства, очень удивило наблюдателей. Потому что война в Украине, которая продолжается в итоге агрессии Российской Федерации, выдвигает на первый план другие приоритеты. Мы это прекрасно понимаем. Когда вы сражаетесь за свои жизни, за свободу украинского государства, очень тяжело иметь какие-либо другие приоритеты, кроме победы в войне, спасения жизни граждан. Что такое Грека и почему это важно? В Грека входят 50 стран, в том числе страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки. На этот отчет будут ориентироваться, когда будут принимать решения по дальнейшей интеграции в Европейский Союз и по восстановлению инвестиций для Украины. Еще в 2016 году Украина получила 31 рекомендацию по улучшению ситуации в сфере борьбы с коррупцией. Но за несколько лет выполнила абсолютное меньшинство из этих рекомендаций. И попала в список стран, где глобально неудовлетворительное состояние по борьбе с коррупцией. А вот согласно последнему отчету 2023 года, Украина выполнила или удовлетворительно выполняет 15 из 31 рекомендаций. А еще 9 в процессе выполнения. И только 7 не исполнены. Мы считаем, что прогресс, которого достигла Украина во время войны, это поистине что-то особенное. Президент Украины Владимир Зеленский во время последнего саммита лидеров ЕС раскритиковал их за нежелание дать четкие рамки европейской перспективе Украины. Каким бы ни был российский террор, и чтобы не планировал себе агрессор, мы продолжаем развитие наших институций по стандартам Европы. Украинская трансформация в современное, полностью подотчетное обществу и лишенное коррупции, институциональное устойчивое государство продолжается. Результаты очевидны. Мы выстояли в войне. Наши институции действуют несмотря ни на что. Финансовая система, банки, все государственные сервисы, социальная сфера. И критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Это важно и для защиты Украины, и для защиты европейской системы. Это соответствует объективной потребности усиливать Европу постоянно. Народный депутат Украины Евгений Акравчук очень надеется, что переговоры о вступлении в ЕС можно будет начать до конца 2023 года. Все те реформы, которые мы проводим, они необходимы нам. Потому что страна фактически меняется, параллельно двигаясь в Европейский Союз. Это и судебная реформа, и антикоррупционная реформа. Кстати, вышел отчет Грега, где Украина очень высоко оценена, потому что было сделано в антикоррупционной инфраструктуре, стратегии. Принята стратегия Кабинета министров. Необходимы законы по ФАТФ, по противодействию отмыванию денег. Все парламент проголосовал, и мы там очень высоко поднялись наверх по этим показателям. Мы ожидаем, что весной будет промежуточный отчет. После этого у нас еще будет время, и мы будем ждать решения Венецианской комиссии по некоторым законам в июне. И в октябре уже будет финальный отчет. И после этого финального отчета мы будем понимать дальнейший трек. Но так как мы со своей стороны добросовестно выполняем эти шаги, то мы ожидаем и движения на встречу от Европейского Союза. Евроинтеграция – это процесс, который касается не только Европы. Председатель Комитета парламента по вопросам интеграции Украины в ЕС Ивана Климпыш-Ценсадзе во время своего последнего визита в США заявляла, что американские коллеги интересуются принятием законов и синхронизации украинского законодательства с правом ЕС. Все это будет способствовать и снижению уровня коррупции. Виталий Сизов из Брюсселя для телеканала Freedom.